Чтобы реки по весне не затопили дома, спасатели работают на опережение от мусора, веток и кустарника. Сегодня освободили русло первой яльцовки. Она уже не раз выходила из берегов. Не только мамы, но теперь и бизнес-леди. Финалистки городского конкурса боролись за 200 тысяч на осуществление своих идей. Начать свое дело теперь готовы даже проигравшие. Современные технологии на службе у гуманитариев. Как 3D-моделирование помогает археологам в изучении памятников первобытного искусства? О самых заметных событиях этого дня расскажем в ближайшие 20 минут. Это Новосибирские новости. Здравствуйте. Организатор вчерашней акции протеста дальнобойщиков оштрафован на 20 тысяч рублей. Напомню, на трассе Омск-Новосибирск на обочине выстроилось больше 300 фур. Так водители выразили свое несогласие с введением платного проезда по федеральным дорогам. Публичная акция была не согласована, хотя мы попытались все-таки проинформировать и баланс содержателей. Федеральное управление автодорог, что акция будет проведена, и органы правопорядка. Все же были нарушены определенные правила согласования с местной властью. Резидента Сибирской ассоциации перевозчиков Вячеслава Трунаева привлекли к административной ответственности и выписали штраф в размере 20 тысяч рублей. На пикете, тем не менее, дежурило несколько полков ДПС. Благодаря этому эксцессов удалось избежать. Отмечу, в воскресенье в силу вступает постановление правительства о платном проезде по федеральным трассам грузовиков массой от 12 тонн. До конца февраля каждый километр пути для них будет стоить полтора рубля, а с марта – три с лишним. Между тем, муниципальные спасатели уже начали готовиться к весеннему паводку. Сейчас они очищают русло проблемных рек в черте города. Вырубают деревья и кустарники, убирают мусор. Сегодня закончили расчищать первую лельцовку. Она уже выходила из берегов. Такие объекты под особым контролем. Какие неожиданные находки за время работы сделали спасатели? И стоит ли новосибирцам с опаской ждать весны? Расскажет Александр Вяткин. В устье малых рек море мусора и кустарники, которые содержат бытовые отходы. Здесь пластиковые бутылки, пакеты, различные упаковки. Вот даже покрышка от велосипеда. Мусор спасатели тоже убирают, иначе весной он будет мешать воде спокойно уходить, что может привести к паводку. Чтобы не было больших бед, русло малых рек очищают ежегодно и в год по несколько раз. Спасатели муниципальной аварийной службы работают на опережение, чтобы жители домов по берегам не боялись подтоплений. Пойма быстро зарастает, поэтому кустарники и деревья приходится спиливать практически под корень. Это сейчас первая лельцовка выглядит безобидным ручейком. Но весной и даже после обильного дождя летом она разливается так, что до стихийного бедствия доходит. Виной всему все тот же мусор. Он забивает коллектор, в воде уходить некуда, и она заливает окрестности. Чтобы этого не происходило, здесь установили решетку, которая задерживает мусор. С тех пор таких проблем не было. Еще и потому, что эта речка, как и многие другие в городе, под особым контролем. Выбираются основные места, с которыми мы уже сталкивались, что там были проблемы по засору, по подъему воды, по подтоплению. Ну и в целях профилактики еще какие-то напережения тоже берем. Осенью это делаем, потому что, скажем, самый низкий уровень воды удобнее всего прочистить. Почистить, подойти, скажем, вот эти все деревья, которые в воде находятся. Ну, немножко прохладно, конечно. Десятиградусный мороз спасателям нипочем. Экипировка стандартная. Высокие сапоги и непромокаемые комбинезоны кажутся ненужными. Но, как показывает практика, спасателям надо быть всегда на чеку и готовым ко всему. На той смене, даже человек, весь промок провалился сильно глубоко было. Думали, что там по колено, а там оказалась площадь полтора метра. А есть пока вода маленькая, все надо убрать. Даже фонарик шахтерский. Весь мусор здесь, люди не хотят выкидывать его в помойку. Кидают прямо в речку. За годы работы в русле рек спасатели находили даже диван и старые двери. Для них настоящим бедствием становятся именно стихийные свалки. Сейчас почти все проблемные малые реки очищены. Работать муниципальным спасателям осталось всего неделю. Но нет никакой гарантии, что к весне русло вновь не будет завалено бытовыми отходами. Как и паводок, это стихийное бедствие прогнозировать сложно. Александр Вяткин, Олег Рыльевец, Новосибирские новости. Первый заместитель мэра Виктор Игнатов теперь сосредоточится на политической работе. А социальную часть его полномочий передают новому вице-мэру. Им назначен Валерий Шварцкоп. Ранее он возглавлял администрацию советского района, а теперь будет курировать вопросы образования и социальной политики муниципалитета. Одна из основных проблем, с которой предстоит работать Валерию Шварцкопу – нехватка мест в школах Новосибирска. Из-за высоких темпов строительства в городе есть дефицит общеобразовательных учебных заведений. Сыграл свою роль и бум рождаемости. Только в этом году в школах города создано 270 дополнительных классов. Особо остро стоит вопрос в новых микрорайонах. Там школьники учатся в две полные смены. На следующей неделе в Новосибирске ожидается визит российского министра образования. С ним городоначальник будет обсуждать вопрос участия в федеральной программе строительства новых школ, поскольку без помощи центра в городе могут строить максимум по одной школе в год, а этого недостаточно. Сегодня по моему поручению выработано предложение по строительству новых школ, по реконструкции и капитальному ремонту старых 30, всего 36 школьных объектов. Мы очень рассчитываем на федеральную программу. Есть предложение от застройщиков поучаствовать в форме частного государственного партнерства по строительству таких объектов. 200 тысяч рублей на открытие собственного дела выиграла участница городского конкурса «Мама-предприниматель». В финалы из 50 участниц вышли 5. Они представили жюри свои бизнес-планы. Идеи разные, но очень женские. Развивающие центры для детей, выращивание сибирской клубники и даже курсы эффективного общения с домочадцами. Самым проработанным проектом жюри признало производство магнитных досок, развивающих мелкую моторику мышления и внимания у детей. Подробнее в сюжете Вероники Ивановой. Современная бизнес-вумен может быть и без кожаного портфеля в руках. А торговля акциями на бирже может предпочесть выращивание клубники или вязание. Это доказывают 50 участниц конкурса «Мама-предприниматель». Собственный бизнес для них – это альтернатива наемной работе с жестким графиком и возможность помочь другим молодым мамам. В финале пять самых ярких проектов. Я буду презентовать школу, студию, скажем так, центр развития здоровья мамы и малыша. Там будут и спортивные мероприятия для мамы и малыша, и период беременности, и после. И также приучу студию развития, когда мамочки молодые могут и оставлять ребеночка там. Все мамы-предпринимательницы проходят обучение основам бизнеса. Просчитывают риски, изучают рынок, конкурентов, учатся презентовать свои проекты и идеи. Учатся работают где-то два месяца. Эти бизнес-планы изначально, они, конечно же, расплывчатые, скорее можно назвать идеями. К финалу, конечно, это уже готовые бизнес-планы, готовые к реализации. И, на мой взгляд, в прошлом году четыре из пяти финалисток были стопроцентно реализуемые бизнесы, покупаемые и прибыльные. Выигрыши и те, кто останутся без гранта. Ведь на руках у каждой готовый бизнес-план. Хоть завтра можно открывать домашнюю пекарню, небольшой семейный ресторан или ателье. Сделать прибыльным мамы нередко стараются именно свое хобби, занятие по душе. И, к тому же, оно дает много свободного времени, которое можно посвятить семье. Также мне хочется заниматься творчеством, создавать красивую машинную вышивку. Я уже зарегистрировала ИП. Будем действовать дальше в этом направлении. У меня трое детей. И моя старшая дочь очень ужасно боится моего выхода на постоянную работу, потому что она в свое время это уже пережила, когда она не видела маму. Бизнес есть бизнес, но бизнес, что называется, с человеческим лицом. То есть мы сделали не то чтобы скидку, но мы старались каким-то образом ориентироваться на то, что все-таки это мама, у них достаточно мало свободного времени, они должны совмещать бизнес, семью. И они живут вообще в достаточно напряженном и сложном графике. В итоге объединить материнскую заботу и деловой подход лучше всех удалось Наталье Исунгуровой. У нее двое маленьких детей, которые вдохновили на участие в конкурсе. И 200 тысяч рублей победительница вложит в производство магнитных досок, которые развивают мышление, внимание и мелкую моторику у детей. В будущем Наталья планирует выйти и на рынок канцелярских принадлежностей, производить доски и магниты для офиса. Вероника Иванова, Денис Савинский, Новосибирские новости. Вакансии, которые долго не пустуют. Ярмарку для соискателей провел митрополитен, но закрылась она практически не начавшись. Девять вакантных мест разобрали махом. Претендентов привлекает стабильность, социальный пакет и перспективы карьерного роста. Даже на самых, казалось бы, неперспективных должностях. Ситуацию на рынке труда наиболее ярко иллюстрирует объявленная митрополитеном ярмарка вакансий. Еще до начала ярмарки 89 вакансий уже были заняты. Карьеру соискателям предложили начать с АЗОВ, с профессии станционного рабочего. Звучит почти как станционный смотритель. Однако следить надо будет не за порядком, а исключительно за чистотой. Руководство митрополитена недовольно работой клининговых компаний. Поэтому на станциях от площади Ленина до Заельцовской уже отказались от услуг коммерсантов. Специфика у нас изменилась. Ликвидируются клининговые компании и набираются наши работники, которые будут убирать территорию прилегающей, территорию станции. Поэтому набирается новый штат. Требования минимальные. Хорошее здоровье, отсутствие судимости и стрессоустойчивость. Бывают стрессовые, конечно, ситуации, потому что могут нахамить, может человека, станционный рабочий, где-то там нечаянно человека задеть, когда убирает. Как у нас пассажир всегда прав. Несмотря на небольшую зарплату, перед открытием ярмарки метровакансий даже образовалась очередь. Претендентов прельщает стабильность в работе, соцпакет и какие-никакие на перспективы роста. На трудовом безрыбье можно половить счастье и под землей. С конца лета еще ничего подходящего. Еще один плюс работы в подземке – доступность. Большинству сотрудников метро от дома до ближайшей станции рукой подать. К тому же проезд для них бесплатный. Ну я просто живу, я говорю, в одной минуте ходьбы от метро Красный проспект. Ну сказали, что на Красном проспекте, на Сибирской вроде как. Ну если сказали, что и женщины справляются с этой работой, ну 15 тысяч, самое главное, на дорогу деньги не тратить, уже как бы еще экономия. Для кого-то и это не главное. У меня друг в метро работает, поэтому я тоже туда хочу попасть. Ну в общем поезда ездят под землей, мне это интересно. Пока что метро своими силами будут обирать пять станций Ленинской линии. В перспективе подземка может полностью перейти на самообслуживание. Но в любом случае на станциях будет всегда чисто. Александр Попов, Дмитрий Канн и Олег Крылевец, Новосибирские новости. Ученые сегодня рассказали, как 3D-технологии применяют в археологических исследованиях. Например, в изучении наскальных рисунков и других памятников первобытного искусства. Эту работу новосибирские археологи совместно ведут с французскими коллегами на площадке зеркальной лаборатории мультидисциплинарных исследований. Станислав Якушевич узнал, как гуманитариям даются современные технологии. Это, говорят знатоки IT-технологий, конечно, не тренажер стыковочного узла космического корабля. Но задача тоже интересная. Например, чтобы отсканировать вот такой скребок времен Палеолита, нужно сделать более тысячи снимков в разных ракурсах. С керамическим сосудом все в разы проще. Но главное, затем такую 3D-модель можно копировать, выкладывать в интернет, загружать в образовательные программы. А сам артефакт может спокойно лежать в хранилище. Любой предмет может быть, да, независимо от размера. Ну вот для больших предметов, там для пещер, могут использоваться тоже сканеры, но на других технологиях. Где-то вот такого размера, может быть, чуть поменьше, и там до двух метров. Это вот на таком приборе можно делать. Этим летом компьютерщики впервые выехали в археологическую экспедицию. Съемки петроглифов Алтая – одна из главных целей совместного проекта НГУ и ученых Франции. Их методики визуализации наскальной живописи – передовые в мире. А главное, они позволяют представить эти памятники не только профессионалам, но широкому кругу любителей. Эти произведения искусства вы не можете привезти в музей. Это невозможно. Поэтому нужно найти такую технологию, которая позволила бы не только изучать их специалистам, но и открыла бы их для широкой публики. Это особенно актуально для Франции. У нас на археологические памятники доступ закрыт. Туда не пускают никого. Семинар 3D-моделирования в археологии – это результат многолетних совместных исследований сибирских и французских ученых. Проводились они на плато Укок в районе Колгутинского рудника. Современные методики позволили по-новому взглянуть на творения первобытных художников и увидеть не только новые петроглифы, но и уточнить их датировку. Были даже найдены некоторые изображения, которых мы просто не видели. Это изображения животных, прежде всего лошадей. И самое замечательное то, что эти изображения выполнены в манере, которая характерна для искусства позднего плейстоцена. Работа совместной лаборатории рассчитана на три года. За это время ученые планируют оцифровать целый комплекс палеолитических памятников, таких как Денисова пещера, стоянки Щапова, Каменка и ряд других. А главное – легендарный комплекс Мальта – один из первых памятников эпохи позднего палеолита в нашей стране. Станислав Якушевич, Олег Макаров, Новосибирские новости. Тем временем представители власти, науки и бизнеса обсуждают перспективы импортозамещения в сфере медицинских технологий. Производить сложные приборы для клиник можно и в России. Многие установки даже лучше европейских и азиатских аналогов. Есть возможность использовать собственные технологии для лечения рака, экспресс-диагностики инфаркта миокарда, реабилитации при тяжелых нарушениях нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Сибирские лазерные аппараты могли бы послужить в хирургии, кардиологии и эстетической медицине. Однако, несмотря на такие возможности, в регионе, да и вообще в системе здравоохранения, закупают иностранную технику, иногда не самую качественную или не отвечающую задачам. Проблема в том, что решения о закупке принимаются без участия специалистов в области производства медтехники. Министерство здравоохранения должно составлять планы закупок. И эти планы, к сожалению, не тотально, но тем не менее должны подвергаться общественному контролю. Вот, скажем, в части рентгена, если бы хотя бы раз мы поприсутствовали в обсуждении и яховцы, или автоматика медтех, поприсутствовали бы на обсуждении плана закупок, то такое барахло бы сюда не пошло. 15 призывников из Новосибирской области сегодня отправились на службу в самую элитную воинскую часть страны, в президентский полк. Чтобы стоять в почетном карауле у могилы неизвестного солдата, молодым людям пришлось пройти серьезный отбор. Для службы в элитном подразделении нужен высокий рост, выправка, высшее образование и по-настоящему сибирское здоровье. Призывников на вокзале сегодня провожали с помпой. Сибиряки обещали нести службу с честью. В Москву они отправились под марш прощания славянки с боевым настроем и гордостью. Потому что мы сибиряки и надо показать, что не просто так у Кремля синие еле стоят, а память о наших прадедах, которые защищали нашу страну. Потому что это почетно, престижно, ну и это считается элитные войска самые лучшие. Следить за последними событиями поможет радио «Городская волна» частота 101,4 FM. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и на канал «Новосибирские новости» в Ютьюбе. Много интересной и полезной информации также на сайте «Новосибирские новости». Коллеги из интернет-редакции сегодня рассказывают о том, как власти планируют сдержать отток мигрантов из региона. И на этом пока все. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин